В одном из прошлых выпусков я сделал видео, в котором иностранцы... нет. В одном из прошлых видео я уже делал видео... блин! В одном из прошлых выпусков я сделал видео, которое... блин! Представляете, иностранец приезжает в Казахстан, видит табличку на казахском, на латинице, и пытается ее прочитать. А табличка-то с апострофами. Вот мы сейчас и попытаемся узнать, как иностранцы смогут прочитать слова с апострофами. Сан-и-рак? Да. Сан-и-рак? Саня-и? Саня-и? Сан-Ирак Вау, ты говоришь Казах fluently, я бы сказал Это правда? Шан-Ирак Ой, что я... Сан-Ирак Шаги-бит Угу Я не знаю, что я не знаю Я не знаю А вот это? Сыгилос 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 Шейс Сыгилос 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 Что ты назвал? Плесипи Очень красивый название Сыгилос 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 Можно ли required? Окurt. Сыгилос Сыгилос Кажется Магъмъ embarrassment Канагатангирилмагандиктариндин Ты можешь это сделать? Канагатангирилмагандиктариндин Да, твоя казаха Канагатандирилмагандыктариндин 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 Идея о переходе казахского языка. Идея о переходе казахского языка на латиницу, она, конечно же, своевременная и интересная. Я ее поддерживаю, но апострофы это просто жесть. Апострофы. Нафига они нужны? Я считаю так. Не нужно придумывать велосипед, можно было просто взять буквы с турецкого алфавита. Да, 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 именно. С турецкого алфавита тот же Y, там буква Y, да, с двумя точками. Можно было спокойно использовать и эту букву. Или E. E это O и две точки сверху. Можно было также взять это с турецкого языка. Вот, не надо придумывать велосипед. Можно было просто позаимствовать. Нет, мы решили пойти своим путем. Ну вот, теперь долгое время люди придется привыкать к этим апострофам. Сейчас я иду к своему другу. Он из России. Его зовут Саша. Александр, ты вообще с казахским языком знаком? Нет. Я с казахским языком знаком на уровне Курамы и Киманда. В принципе, больше слов не знаю. Но единственное, я знаю топонимы немножко, потому что нас окружают башкирские топонимы. Насколько я знаю, языки, в принципе, далеко-далеко родственные. Поэтому, может быть, у меня по наитию, я буду читать на башкирский лад. У них, как правило, ударение идет на последний слог. Я не знаю, как в башкирском, как в казахском, поэтому попробую прочитать слова так, как вижу их я. Поэтому, извините, если я действительно как-то неправильно прочту. Ну, вот это слово больше похоже, на мой взгляд, на арабское. АЛЕМ. Что это значит? АЛЕМ. АЛЕМ. Это значит мир. Мир. Мир в плане вселенная. АЛЕМ. В общем, следующее слово – это вот. КУЗ. Нужно делать передыхание? Или как это правильно читать? КУЗ. 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 Вот, на мой взгляд, опять же, вот, если действительно Казахстан хочет переходить на латиницу, в этом случае неплохо было бы поставить две точки, как это в европейских языках. Как это в турецком, наверное, да? Ну, и в турецком тоже, в том числе. На ДЮ. На ДЮ. На ДЮ. На ДЮ. На ДЮ точке. Да, да. То есть, если это действительно КЮЗ, то это было бы более понятно. А так я бы прочитал КУЗ. Вот. Понятно. Или, как англичане бы, КАСМ. То есть, апострофы немного смущают тебя? Апострофы были бы неплохи, если бы у нас было два слога, и мы бы их разделили при дыхании. А когда у нас КУЗ, то есть, вот это при дыхании, и потом идёт просто согласное, это не очень понятно. Ну, лично мне. Следующее. То есть, если в этом случае мы пишем ИГРИ, то есть, слово, на мой взгляд, должно считаться как СИГЛИС, СИГЛИС, СИГЛУС, СУКЛУС, СУКЛУС. Правильно? На самом деле СИГЛИС. СИГЛИС. Да. Если, как ты видишь, там после Джи идёт апостроф, он придаёт звучание не Г, как мы ожидаем, а Г, французское Г. Так вот этот апостроф, он в этом случае отвечает за при дыхании, или он отвечает за деформацию слова? Деформация буквы. Буква. Звука. То есть, в этом случае КУЗ, это тоже, вот именно благодаря вот этому... Апострофу меняется звук. Если бы без него, то было бы У. Так, да. Ну, вот на мой взгляд, это может ввести в заблуждение иностранцев, потому что они бы тоже так же попробовали бы прочитать. Потому что в том же, например, английском языке, когда мы говорим о шотландском, например, языке, они очень часто убирают некоторые слоги. И они вместо, скажем, вместо, когда они говорят the, the, да, они говорят e просто. И them, они говорят em. И они обязательно поставят апостроф перед. То есть, это есть некое придыхание, потом уже идёт. То есть, в английском языке, в английском манере письма, это немножко вот сбивать столб. Сыглос. Сыглос. Сыглос, это значит ютиться, то есть прижиматься. Ага, ага. Да. Ну, да, наверное, то есть, если знать, что Y отвечает за звук Y, то... Так, опять же, есть ли какое-либо правило, по которому меняется звук или каждый раз индивидуально? Потому что сейчас слово... То есть, если присутствует апостроф после определённой буквы, значит, эта буква не будет так звучать, как ты её ожидаешь. Ага, то есть, может быть... Шэ, правильно. Шэ, ша... Не? Ша-мэ. Ша-мэ-рак. Шан-го-рак. Ша-мэ-рак. 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 В принципе, я бы не сказал, что все эти правила настолько сложно запомнить. Единственное, вот да, запуск... Может быть, то есть, вот шэ, опять же, в чешском в том же самом, да? Там есть у них как волна такая, или домик над буквой «с». Тоже было бы. А вот «но» может быть бы для европейца было бы более понятно, если бы был как «ню», например, а не вот как-то вот это «но». Звук, они бы поняли, как это произносить. Ну, опять же, это же дело сноровки. Вот если человек знает, как это... Вот я сейчас буквально пару слов прочитал, уже постепенно я вникаю в это все. Следующее. Это одно слово. Это одно слово, которое, наверное, какой-то вулкан, да? Это не наименование чего-либо, это реальное слово. А, просто слово. Да, вот само слово. Хорошо. Ну, неплохо. На самом деле, оно звучит вот как. Я его прочитал на корейский манер. 33 буквы здесь. Это почти весь алфавит. Оно, да, вот такое длинное. Переводится... Оно не является составным из многих, как в германском? В данном случае оно значит по причине вашей неудовлетворенности. Оно все же есть вот какая-то, то есть взаимосвязь у них есть, поэтому они... Как бы одно слово, но при этом из различных частиц оно состоит, и, соответственно, оно уже имеет другой немного смысл. Вообще, оно происходит от слова ханагат, удовольствие. Ханагат — это как существительное удовольствие. Ну, здесь видно, что ханагат тандырл или как-то тандыр. Ханагат тандырл магандык тарназдан. Да. Нет, ну это действительно очень сложно для нас. Это как сковорка. Александр, можешь поделиться своим мнением по поводу его перехода казахского языка на латиницу? Ну, на мой взгляд, необходимо посмотреть на опыт других стран. Ну, опять же, есть страны, например, Сербия, которые пишут и на латинице, и на кириллице. Как они это все проводили, зачем они это делали? Если все-таки Казахстан ищет прагматизм в этом, то прагматизм все-таки должен состоять в том, кому от этого станет легче, от перехода. Для кого это все происходит, то есть для кого этот переход совершается. Для казахов, для того, чтобы им легче было учить иностранный язык, но, опять же, вы думаете, настолько сложно выучить латинский алфавит, что необходимо всю страну менять и все книги переписывать на латиницу? Не сказал бы. На мой взгляд, это делается для того, чтобы иностранцы легче могли выучить казахский язык, приехать в Казахстан, развивать бизнес, прагматика, все прекрасно понятно. Только вот зачем переходить непосредственно на латиницу, забывая кириллицу, если можно совместить оба варианта? Потому что в той же Сербии используются оба варианта. Если приезжает... То есть вы, как граждане Казахстана, будете знать оба варианта письма. Можете использовать и тот, и другой. Все внутри страны будут пользоваться обоими. Иностранец, если который будет приезжать, допустим, со стороны России, он будет вам писать на кириллице. Иностранец, который приезжает с Германии или с Англии, он будет писать на латинице. Потому что ему так проще. Потому что люди, которые начинают изучить русский язык, для них первое, самое важное, вообще ступор, в который они входят, это, они должны понять кириллицу. И она настолько вроде похожа на латиницу, но и не похожа на латиницу. Потому что там пи это р звук, да, я наш русский звук, он выглядит как р у них. И путаница происходит. Здесь путаницы не будет. Для иностранцев будет достаточно легко выучить язык. Возможно, приехать в Казахстан, что-то там, бизнесом заниматься. В чем реальный смысл перевода большинства книг, допустим, которые предназначены для внутреннего потребления, на латиницу? Я в этом смысла никакого не вижу. Например, можно было бы сделать учебники казахского языка с вот этой вот латиницей. Им было бы удобнее. А, соответственно, граждане Казахстана бы прекрасно понимали того человека, который пытается с ними заговорить. Вот у меня, в принципе, отношение похожего рода и к русскому языку, когда люди начинают изучать русский язык. Почему их учат сразу именно русскому произношению, как мы это произносим? Научите сначала их произносить так, как слышат. Молоко, корова. Мы это прекрасно понимаем. Им гораздо легче. А нам от этого, ну, в плане понимания хуже не становится. Поэтому я сторонник того, чтобы максимально облегчить для иностранцев процесс изучения нашего языка, ну, и в том числе казахского языка. Поэтому я, в принципе, поддерживаю переход на латиницу. Но мне кажется, что все-таки необходимо совместить опыт для того, чтобы и русским изучающим казахский, и всем, скажем, жителям Западной Европы, изучающим казахский, было удобно говорить и вести диалог с казахами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!